Книга 11. ТАО. ПУТЬ ВОЗНЕСЕНИЯ ДИСФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ АНГЕЛЫ И ДЭВЫ Со временем, смотрящие за человеческой формой ангелы и дэвы, часто входили в скуку и отрешенность, оставляя вместо себя механизированную форму, чтобы передавать генетическую информацию, необходимую для плетения энергетической решетки, и строительства клеток в любой области формы, к которой имели отношение такие ангелы, и дэвы. Назовем их механизированными дэвами. Необходимо научиться замещать их сознательными дэвами, и сознательными ангелами, чтобы новая генетическая информация была использована для возрождения определенных областей кристаллической форме. Поэтому, для возносящихся посвященных может быть мудрым выбором, ежедневно тестировать свои тонкие конструкции на присутствие механизированных дэв и ангелов, по всей генетической энергорешетке, и замещать таковых сознательными двойниками своим намерением. Механизированные дэвы расшифровывают тот же самый дисфункциональный генетический материал, с одними и теми же стереотипами, снова и снова приводящими к болезни, и неспособности возродить форму, или оправиться от какого-либо ухудшения на физике. Механизированные дэвы идут рука об руку с родословными рабов, поскольку аннануки создавали их неспособными сообщаться с собственными клетками. А это в свою очередь гарантировало отсутствие эволюции, увы, это также гарантировало болезнь, и неспособность внутренней работы на пути выхода из биологического упадка. Все рабы имели в своем распоряжении стопроцентно механизированных дэв. Что касается и людей с превалирующими родословными рабов, любая часть формы, созданная в утробе от таких родословных еще до того как родился человек, будет иметь механизированных дэв. Когда вы высвобождаете карму от родословных рабов, дэвы и ангелы могут быть замещены сознательными двойниками, наряду с получением новой генетической святокопии, идущей от ваших красных предков. Кристаллические клетки сознательны. Можно обмениваться информацией со своей кристаллической клеточной структурой, и устанавливать наличие любой дисфункции, а затем работать над этим, чтобы внести изменения в генетический код, восстанавливая имевшие нарушения функции. Самые проблематичные клетки связаны с рабами, потому что они не только удерживают механизированного дэва, но также и не способны сообщаться. Решение состоит в том, чтобы через сознательное намерение, и концентрацию перестраивать клетку на эфирном плане до обретения ею сходства с другими кристаллическими клетками из других частей формы. Затем производить замену механизированных дэв, и связанной с ними ДНК на красную кристаллическую ДНК, и сознательных дэв. Этого достаточно, чтобы сделать возможным возрождение формах посвященных всех клеток, которые были построены на информации от родословных рабов. И вы можете желать в намерении сделать то же самое на ежедневной или еженедельной основе. Ко всему сказанному, стало известно, что ангелы, и дэвы продавались тьме за большое вознаграждение, или обещание более значительных полномочий. С этим сталкивались посвященные неоднократно, и когда какой-нибудь ангел был пойман за удалением информации, или скручивание генетических материалов, его удаляли, и не только из поля посвященного, но также с планов Земли. Нефизические существа, в том числе и ангелы, и дэвы не всегда заслуживают доверия. Возносящимся необходимо знать, что с течением времени ангелы, так же как души драконы, и змея, сыграли свою роль во многих падениях сознания человеческого вида. Возможно, они желают продолжать играть подобные роли в будущем, пока не сделают выбор возноситься из них. Многие, в нефизических царствах не хотят возноситься, и желают лишь увековечивать реалии разрушения, или вымирания. Такие сущности, кем бы они ни являлись, должны заменяться всякий раз, когда служат помехой вашему выбору вознестись, и вы можете отдавать команды на это посредством намерения в течение вашей ежедневной медитации, или ночью перед сном.